Итак, делаем самые ленивые хачапури в мире, но тем не менее очень вкусные. У меня здесь натертый сыр домашний грузинский, можно заменить его сыром сулгуни. Здесь у меня творог мелкозерненый такой вот. Если у вас крупный, то можете пропустить через сито или блендером измельчить. Но совсем кремообразный я вам не советую. Вот это я измельчать не буду, он уже достаточно мелкозернистый. Совсем кремообразный, сюда не подходят. 400 грамм у меня сыра и 400 грамм творога. Две пачки. Вот, 4 яйца, запомнить очень легко. Соль я пока не добавляю, потому что у меня сыр соленый. Возможно, не буду добавлять. Но если вы будете использовать сулгуни, он обычно не соленый, туда, скорее всего, надо будет добавить. Вот, дальше у меня здесь вот пол чайной ложки соды. Гашу его, значит, уксусом. Слегка, слегка в итоге вылилась чайная ложка. Значит, гасим где-то пол чайной ложки уксуса. Всё хорошенько перемешиваем. Всё хорошенько перемешиваем. В конце посмотрю на соль. Так, смотрю на соль. Соль у меня вообще отлично, потому что сыр соленый, творог несоленый. Всё перемешалось и нормализовалось. Если у вас получится несоленый, то добавьте соль. Муку я скажу в конце, сколько я добавила, потому что... Вот сейчас три столовые ложки с горкой четыре. Оно не должно быть как тесто. Вот как делали вы ленивые вареники, вот наподобие такого должно быть. Главное, чтобы схватилось, но сильно муки много тоже нельзя делать. Дальше я постараюсь рукой... Значит, пять, шесть, семь поколожек. Ну, там у меня было два стакана, я уже приблизительно знаю, сколько уйдёт. Вот, смотрим. Видите, форму держит. Добавлю ещё где-то одну столовую ложку и всё. Вот, как ленивый вареник форму держит. Всё, больше не надо сюда. Вот такое вот у нас получается тесто. Она немножко липнет к рукам. Мы его будем как бы ещё добавлять в муку с раскаткой небольшой. Вот, два стакана было у меня. Осталось вот, если без горки считать, то две столовые ложки. Получилось у меня четыре клубочка по 315-320 граммов. Разделила я вот так вот. Теперь будем вот так вот руками раскатывать. Надо чуть-чуть посыпать мукой. Вот так вот раскатали. Теперь сковородку нагреваем. Хорошенько наливаем капельку масла, как для блинчиков. Слегка совсем. Вот так вот хорошенько смазываем. Сковородка нагревается, но не при высокой температуре, на четвёрочке. Вот она должна тихонечко нагреть. Теперь вот эти вот небольшие раскатанные пласты по одному жарим. Практически без масла получается. Чем-то похоже на сырники, знаете. Вот так вот закрываем. И вот она на небольшом огне должна потихоньку обжариться. Переворачиваем, когда подрумянится низ и когда окрепнет. Смазываю я ту часть, которая обжарилась, сливочным маслом. Всё, и снова закрываем. Так, кладём следующую. Эту я перевернула. С той стороной мы обмазали уже маслом. Теперь эту сторону. Она очень нежная, посмотрите. Вот, очень нежная. Вы, получается, sangрой это голодный год. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если нет времени делать дрожжевое тесто, идеальный вариант. В общем, обжаривала я где-то на четверочке минут 8 с каждой стороны. Закрытая крышка вы видели. А это я съем. Продолжается лепка пельменей для рауля для заморозки. У меня все на этом. Надеюсь, вам все понравилось. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всем пока-пока!